Здравствуйте! Эфир продолжает программа «События» в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Советский Джеймс Бонд. Он помог переломить ход Великой Отечественной войны. Участвовал в радиоиграх с немцами. В Самаре открыли памятник разведчику Рудольфу Абелю, который жил здесь с семьей и работал в 41-43 годах. Об истории советского разведчика в нашем сюжете. На строительство бассейна в Кубишевском районе Самары будут направлены средства из вышестоящих бюджетов – 116 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании Комитета по бюджету Самарской городской думы. В Самаре полным ходом идет перекладка теплосетей. На некоторых объектах она уже завершилась. Началось благоустройство. Все работы планируют закончить к 15 сентября. Государство планирует субсидировать чартерные рейсы по России. Количество поддержанных Ростуризмом программ растет, а самолеты летают с практически стопроцентной загрузкой. Сегодня вечером в Самарской области откроется 10-й юбилейный форум Приволжского федерального округа «Иволга». Что ждет участников? Советский Джеймс Бонд – с виду простой турист с пачкой паспортов в кармане, страстный радиолюбитель, интеллигент и эрудит. В Самаре в сквере на пересечении улиц Арсебушевской и Красноармейской установили бюст в честь легенды и символа советской разведки Рудольфа Абеля. В торжественной церемонии открытия и возложения цветов к памятнику приняли участие почетные гости, среди которых сотрудник администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Именно таким и запомнился многим легенда советской разведки. В шляпе, скромно одетый и с неприступным лицом, скрывающим множество тайны секретов, которые хранил этот человек. Рудольф Абель, чье настоящее имя Вильям Фишер, стал настоящим символом советской внешней разведки. Несмотря на легендарность, не так много мест, где увековечена память о нем. В Самаре, к табличке на доме, где он жил, теперь добавился и его бюст. Вильям Генрихович был задержан американской контрразведкой. Он не только не сломался, не только не сломился. Своей энергией, своим мужеством, своей верой, правоту дела, которому он служил, он заряжал всех, кто находился вокруг него. И американских контрразведчиков, и судей, и людей, находившихся вместе с ним в тюремном заключении. Почетные гости, среди которых были сотрудник администрации президента России Владислав Кононов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, глава Самары Елена Лапушкина и другие, возложили цветы к бюсту Рудольфа Абеля, который был удостоен сразу восьми государственных наград. Памятник в его честь установлен в рамках совместной программы Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. Посвящена программа забытым или малоизвестным героям, военно-начальникам, разведчикам и контрразведчикам. В рамках этой программы от Калининграда до Владивостока устанавливаются бюсты, открываются памятники, открываются памятные доски нашим прославленным предкам, на которых стоит равняться и сегодня. На историях о Рудольфе Ивановиче воспитано не одно поколение советских и российских разведчиков и сотрудников органов государственной безопасности. Это действительно безгранично любящий свою родину человек был, беззаветно трудился, совершал героические поступки, высочайший профессионал, очень мужественный, стойкий человек. Бюст Рудольфа Абеля установлен в безымянном сквере на пересечении улиц Арцебушевской и Красноармейской, которые также могут переименовать в его честь, чтобы горожане могли назначать встречи в сквере имени легендарного советского разведчика. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Куйбышеве, находясь вдалеке от фронта, легендарный разведчик помогал советским войскам переломить ход войны, участвовал в радиоиграх с немцами. Об истории работы Абеля в нашем городе и подробнее о его персоне расскажу в следующем материале. Путь рожденного в Англии в семье русских политэмигрантов Вильяма Фишера во внешней разведке начался в 1927 году. Он вернулся в Советский Союз, а в возрасте 24 лет получил должность кадрового сотрудника спецслужб. Фишер владел несколькими языками, в том числе английским, поэтому с 1929 по 1936 год работал разведчиком в Англии и Польше. По возвращении в Москву получил звание лейтенанта, однако спустя некоторое время был неожиданно уволен из разведки. Предположительно, такое решение принял Берия. Он не доверял тем, кто работал с врагами народа, а Фишеру за время службы за рубежом довелось сотрудничать с перебежчиком Александром Орловым. В 1941 году после пятилетнего перерыва Вильяма Фишера вновь принимают на службу. Возникла нужда в опытных специалистах. С этого небольшого дома по улице Молотогвардейская 8 началась Куйбышевская история Вильяма Фишера. Его семью эвакуировали сюда в 1941 году. И хотя легендарный разведчик был вдалеке от фронта, здесь разворачивались события, которые во многом помогли переломить ход Великой Отечественной войны. В Куйбышевской области Фишер пробыл меньше года, но за это время успел выполнить несколько важных заданий. Известно, что в 1942-43 годах, когда здесь размещался центральный аппарат НКВД СССР, советской разведкой при участии Фишера проводилась радиоигра в документах, проходившая под названиями «Монастырь или Послушник». Немцам подбросили информацию, что в Куйбышеве якобы действует антисоветская религиозная группа, что сыграло немаловажную роль в подготовке успешных операций Красной Армии в 1943 году. Одним из основных заданий Фишера на берегах Волги была подготовка молодых разведчиков-нелегалов и диверсионных групп. В 110 километрах от Куйбышева, в Серноводске, Фишер работал наставником специальной школы разведчиков. Историки отмечают, что роль учителя была для него непривычна. Сам Вильям Генрихович рассказывал, люди его профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Он их обучал радиоэлектронному делу, криптографии, а также спецификой маскировки и адаптации в среде противника. И далее, с точки зрения даже концепции третьего сознания Михаила Чехова, нужно было провести капитальную работу над своим образом. То есть, чтобы ты не был, допустим, Александром Ивановым, а должен был быть фрицем-дитцем. После победы Советского Союза в войне уже в 1947 году Фишера ждало новое задание. В качестве нелегального агента его отправляют работать в США. Основная задача за океаном – сбор информации об американском атомном оружии. Несмотря на успех многолетней операции, в итоге разведчика разоблачили. Тогда, в 1957 году, весь мир узнал его под псевдонимом Рудольф Абель. После ареста ФБР Фишера судили. Приговор – 30 лет заключения. И кто бы мог подумать, что все те же Соединенные Штаты Америки помогут разведчику вернуться домой. 1 мая 1960 года над Советским Союзом проводился разведывательный полет на самолете У-2. За штурвалом находился американский пилот Фрэнсис Пауэрс. Он пролетел аж до Свердловска, представьте себе, над нашей территорией. Был сбит. Пауэрс был взят, так скажем, с поличному, осужден. Ну и в результате у нас появилась возможность обмена. И в 1962 году Абеля обменяли на Пауэрса. Считается, что добытые Фишером Абелем в США данные позволили избежать денежных вложений в тупиковые исследования ученых СССР и разработать первые прототипы атомного оружия. Советский Союз включился в гонку вооружений, быстро вырвавшись вперед. Даже несмотря на арест и раскрытие, Вильям Фишер, более известный как Рудольф Абель, вошел в историю как гений нелегальной разведки. Михаил Ермоленко, Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Строительство бассейна, новая техника для уборки города и ремонт детских лагерей. Депутаты Самарской городской думы приняли новые изменения в бюджет Самары. Были учтены деньги из вышестоящих бюджетов, а также перераспределены некоторые статьи расходов. Участие в заседании приняла и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее Андрей Горгуленко. На 145 миллионов рублей пополнилась казна Самары из вышестоящих бюджетов. Распределение средств обсуждали на комитете по бюджету городской думы. Основная часть этих денег будет направлена на строительство бассейна в Куйбышевском районе. Львиная доля идет на строительство платного бассейна на территории Куйбышевского района. То есть мы параллельно отслеживаем и ход работ. И понятно, что нужно выполнять обязательства по оплате уже выполненному. Кроме того, поступившие деньги будут направлены на закупку техники для уборки города и покупку квартир для детей-сирот и инвалидов. Бюджет у нас социально направленный, как и был. Изменения в бюджете происходят постоянно. Сегодняшние изменения – это одно из. Конечно, оно далеко не последнее. Также депутаты приняли перераспределение средств на сумму более 35 миллионов рублей. Деньги будут направлены на подготовку города к зиме, ремонт детских лагерей и восстановление памятников культурного наследия. Все изменения были утверждены на заседании городской думы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На заседании еженедельного штаба руководители администрации районов, ресурсоснабжающих организаций и подрядчики отчитывались о ходе работ. Продолжение в репортаже. На улице Молодогвардейской шумит строительная техника. Подрядчики завершают работы по перекладке теплотрассы. На отрезке от студенческого переулка до Ульяновской теплосетевой объект уже обновили. Сейчас идет благоустройство. Полоса проезжей части уже заасфальтирована. Продолжается установка бордюров, подготовка к укладке брусчатки. У пересечения с Ульяновской осталось демонтировать всего одну старую теплокамеру и приступить к установке новой. Трудности есть. Монолитная неподвижная опора попалась. Не можем ее экскаватором взять. Но сейчас приедет гетромолот и мы раздолбим ее. Ну и все. И будем демонтировать. И потом уже монтировать новую теплокамеру. При этом все жители окрестных домов будут с горячей водой. Сделают времянку. Заверяют специалисты. По такой же схеме ресурс поступал. И в процессе модернизации теплотрассы от студенческого переулка до улицы Ульяновской, которая закончена. На сегодняшний день в Самаре с задачами справились в полном объеме на трех участках. В первоначальном перечне их 12. В частности, уже завершены работы на объектах на улице Ульяновской, на участке улицы Рабочей между Галактионовской и Самарской. На девяти оставшихся участках готовность теплотрассы составляет более 50%. Такая информация прозвучала на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. На следующей неделе о завершении работ должны доложить подрядчики, которые трудятся еще на трех объектах. То есть у нас останется практически из плановых объектов шесть, которые до 10 августа в полном объеме должны быть завершены. За исключением одной трубы, ну или трассы, будем говорить, это солнечно на сегодняшний день. Как заверил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, сложившаяся сегодня экономическая ситуация никак не повлияет на сроки работ. Объекты полностью укомплектованы и трубами, и железобетоном, и запорной арматурой. По Куйбышевскому району в полном объеме укомплектован в данной ситуации, как по объекту строительства большой котельной на 125 мегаватт, так и по перекладкам и объекту маленькой котельной в полном объеме все материалы на сегодняшний день поступают в графики. В сезоне 2022 года первоначальный перечень объектов, где обновят теплотрассы, увеличен почти вдвое. Вместо 12 перекладку сетей проведут на 20 участках. На некоторых из 8 объектов работы начнутся с 25 июля, на других с 1 августа. Сейчас решается, какие подрядчики будут на них трудиться. Конкурсные процедуры уже проводятся. Но в любом случае, все теплосети «Самары» будут готовы к 15 сентября. Контроль за ходом работ ведется в постоянном режиме. Практически ежедневно организуются выезды на объекты, чтобы на месте оценить качество и соблюдение графиков. Светлана Тимофеева и Василий Колдашов. События. Компания «Т-Плюс» поделилась новыми подробностями модернизации трубопровода по улице Ташкентской. Напомню, там идет масштабный ремонт тепловых сетей протяженностью в 1150 метров. Наша съемочная группа была на месте и совместно со специалистами осмотрела участок. Более детально расскажу далее. Перевооружение теплосетей на улице Ташкентской в этом году одно из самых крупных в Самаре. Протяженность участка более одного километра. Эта труба обеспечивает горячей водой и отоплением как жилые дома, так и множество объектов социальной инфраструктуры. Возраст коммуникаций на этом участке перевалил за четверть века, отмечают специалисты, но уже скоро его обновят. Компания «Т-Плюс» использует трубопроводы в предизолированном исполнении системы оперативного диспетчерского контроля. Она позволяет определять место порыва с точностью до 1-2 метров и дистанционно из центра мониторинга качества отслеживать техническое состояние коммуникаций. Жители обновления поддерживают и говорят, главное, чтобы зимой было тепло. Можно потерпеть, когда это все капитально и надолго делать, без всяких прорывов. Модернизацию теплотрассы на Ташкентской планируют завершить к середине августа. Полностью восстановят благоустройство к концу сентября. Во время подготовки города к будущему отопительному сезону «Т-Плюс» планирует заменить более 40 километров трубопроводов тепловых сетей. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре сотрудники ФСБ задержали замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации регионального УФСИН. Мужчину подозревают в коррупции. По предварительной информации, замначальника мог получить взятку 250 тысяч рублей. За эти деньги замначальника Центра медицинской и социальной реабилитации должен был помочь в оформлении инвалидности одному из жителей Самары. ДТП с летальным исходом произошло в Самарской области возле поселка Хорошенький. На автодороге М5 столкнулись легковушка и грузовая машина. После сильного столкновения тягач с полуприцепом опрокинулся, а легковой автомобиль получил значительные повреждения кузова. Тело водителя зажало в салоне, от полученных травм он скончался. Спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим инструментом, чтобы достать его из автомобиля. В Самаре планируют модернизацию трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта города Юрий Топилин. По его словам, на путях есть участки, где скорость движения составов ограничили до 5 км в час. Проблему возможно решить, но это требует времени и денег. По предварительным расчетам, реализация проекта будет стоить почти миллиард рублей. Программу разбили на этапы. Стоимость работ в первый год оценили в 139 миллионов рублей. Один из участков, на которых проведут работы, это Новосадовы. Ремонт пройдет в границах проспекта Ленина и Демократической. На время ремонта движение будет перекрыто. 21 июля в Самаре перекроют движение транспорта на революционные. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения будут действовать с 10 вечера 21 июля до 5 утра 26 июля. Власти города просят жителей Самары с пониманием относиться к работам, связанным с подготовкой города к следующему отопительному сезону и заранее продумывать свой маршрут с учетом временных ограничений. В Самарской области изменят расписание нескольких электричек. 25, 28 июля и 1 августа поезд, следующий до Сызрани, отправится из Самары в 15.50, а в Сызрань прибудет в 17.49. Поезд Мирное отправлением в 18.01 Новокуйбышевская на участке Самара-Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию. Со станции Мирное он отправится в 18.01, в Самару прибудет в 18.26. На станцию Новокуйбышевская в 19.02. Поезд Мирное отправлением в 18.56 «Звезда Сызрань-1» проследует по расписанию Мирное отправление. В 18.49 в Сызрань прибудет в 22.21. Поезд Сызрань-1 «Мирное» прибытием в 18.00 на участке Сызрань-1 Самара также проследует по измененному расписанию. Из Сызрани он отправится в 14.49, в Самару прибудет в 17.16. На станцию Мирное в 18.00. Поезд Сызрань-Мирное отправлением в 18.14 теперь будет уезжать в 17.54. Кроме того, 26.00, 29.00 июля и 2.00 августа поезд Самара-Новокуйбышевская отправлением в 7.38 будет уезжать в 7.30. Также 25.00, 26.00, 28.00, 29.00 июля, 1.00 и 2.00 августа в связи с изменением расписания пассажирского поезда вносится изменение в расписание движений пригородных поездов на участке Мирное, Самара-Сызрань-1. В Самарской области открылся 10-й юбилейный форум «Иволга». Он вновь собрал самых активных, креативных и целеустремленных ребят на Мостряковских озерах. Молодежный форум проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором выступает правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке творческой молодежи уделяет и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В юбилейный год в форуме примут участие представители Луганской народной республики и Республики Беларусь. Посетят поляну на Мостряковских озерах и ребята из Донецкой народной республики. Шатры преобразились. Каждый час появляются тематические арт-объекты и выставки. В этом году вся образовательная и культурная программы «Иволги» объединены общей тематикой «Единство народов России». В день открытия участники станут свидетелями танца шаманов, услышат музыку в стиле фанк, а также ближе познакомятся с историей форума и смогут лицезреть дефиле участников регионов. В заключении торжественной церемонии открытия на главной сцене форума выступят певицы Инна и Диана Рахман, а хедлайнером станет певец, актер и блогер Ваня Дмитриенко. Живое общение и гармония с природой. На Заволжских островах отдых в самом разгаре. Еще в начале лета самарцы поставили палаточные лагеря и уже второй месяц наслаждаются отдыхом вдали от шумного города. Почему люди предпочитают релаксировать не на морях, а в полевых условиях, и как обустраивает островной быт, узнала Светлана Кудрявцева. Большая волжская семья, так называют себя самарцы, которые на лето перебираются жить в палаточные лагеря. Зоя Гуреева ставит лагерь на острове Зелененьком в Красноглинском районе уже 15 лет. В этом году с семьей и друзьями разбили палатки в первые дни лета, хоть оно и выдалось прохладным. По выходным островная жизнь кипит, а в будни идет размеренно. Ну, у нас много народу, как бы я не одна здесь стою, у меня друзья здесь живут. У кого отпуск когда совпадает, когда как, ну кто-то в лагере все равно находится. Вот так вместе живем, ну, палаточки стоят с детьми. Просто сегодня будний день, у многих закончился отпуск, не у всех. А у некоторых только начнется, и они приедут сюда отдыхать. Приезжают на остров периодически и гости из других регионов. Мы же сейчас в Затоне, а Волга-то там, с той стороны. Люди говорят, вы куда ездите, на какие моря? Вы что, совсем с ума сошли? У вас просто здесь, просто прекрасно. Они в экстазе. Им настолько нравится, говорят, никакого моря не надо. Быт на острове налажен. Есть и электричество, и газовая плита, и даже оригинальный холодильник. Привозишь петюшечку воды, ставишь, и три дня у нас морозильная камера. Пенопласт свое дело делает. Все замороженное, абсолютно. То есть тут и электричества ничего нет? Ничего, электричества здесь нет. Но держит три дня. Пятилитровая баклажка замороженной воды. Жизнь на острове безопасна, рассказывают отдыхающие. Но бывали и такие случаи, когда погода преподносила неприятные сюрпризы. Бывали в нашей жизни ситуации, когда у нас палатки уносило, как Эля с Татошкой. Все палатки сдуло. Когда была гроза, и это шторм. Это много лет назад было. У нас, не только у нас, но у всех на побережье. Всех унесло. Приехали спасатели. Ну, кто что нашел свое, что смог поставить, что вернуть. А так вообще, да, было такое. Уносило все палатки. Заволжские и островитяне почти все друг друга знают. Помогают, ходят в гости в соседние лагеря и считают, что самая большая ценность здесь – это общение. Ни телефоны, ни интернеты. У нас здесь все выключено. То есть живое общение. Очень комфортно. Во-первых, спится хорошо. Свежий воздух. Вот июнь был холодный. Все говорили, что холодно. А мы обгорели, загорели. Очень даже тепло было здесь. Как-то вот, знаете, если честно, отличается климат. Вот там вот холодно, уезжаешь туда, одеваешься. Сюда приезжаешь уже, купальники, все. Мы с детства выросли. У нас родители возили. У нас своя лодка, то есть... Ну, мы выросли здесь. Нам этот отдых очень комфортен. Вообще, считаю, летом уезжать откуда-либо, на море куда-то что-то, с речки, я считаю, это неправильно. Остров Зелененький считается одним из самых чистых и красивых мест Самарской области с песчаными пляжами, густой зеленью и уникальными видами. С одной стороны возвышаются сокольи, горы, с другой – жигулевские. Удовольствие здесь получают не только люди, но и питомцы, которые тоже остаются жить на природе до конца лета. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают, что в выходные 23 и 24 июля в Самаре будет работать ярмарка вкусов, на которой можно будет купить товары местных производителей. Торговые ряды будут составлены по четырем основным направлениям. Вкусы лета. Там будут сезонные фрукты, овощи, ягоды, гастромаркет, бибикью-станция и чемпионат по приготовлению барбекю. Вкусы времен. Русские национальные украшения, предметы одежды, русская народная игрушка, живопись, гончарное производство, мастер-классы по гончарному делу и классической русской росписи. Вкусы детства. Выпечка, кондитерские изделия, молочная продукция, мороженое, сахарная вата и сыр. Вкусы по Волжье. Местное пиво, рыба, раки, кулинарные мастер-классы по приготовлению царской волжской ухи. В субботу ярмарка будет работать с 11 до 21 часа, в воскресенье с 11 до 18 часов. В телеграм-канале администрации Самары Вести с Дворянской сообщают, что началась регистрация на первый отборочный тур Кубка Самарской области по баскетболу 3 на 3. К участию приглашаются 12 женских и 16 мужских команд. Игра пройдет 24 июля в Самаре в парке имени Юрия Гагарина. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары запускает новую рубрику под названием «Мне только спросить». Благодаря ей у каждого появится возможность ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами специалистов Главного управления социальной защиты населения. Поиск опубликованных ответов доступен по хэштегу «Ответы нижнее подчеркивание соцзащита Самара». А на этом я с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok